25 мая из жизни ушёл актёр театра и кино Ярослав Гаврилюк. Ему было 69 лет. Актриса Ларина Камбурова умерла 27 мая. Ей было 30 лет. Актёра и каскадёра Андрея Погребинского не стало 2 июня. Ему было 45 лет. Актёр и театральный деятель Георгий Жемчужный завершил свой земной путь 3 июня. Ему было 76 лет. Актёр и певец Артём Анчуков умер 6 июня. Ему было 39 лет. Известная актриса Лебуша Шафранкова умерла на 69-м году жизни 9 июня. Космонавт Владимир Шаталов скончался 15 июня. Ему было 93 года. Актёр театра и кино Андрей Егоров умер 17 июня на 55-м году жизни. Актёр театра и кино Владимир Борченинов умер 18 июня. Ему было 67 лет. Тележурналиста Анатолия Лысенко не стало 20 июня на 85-м году жизни. На 97-м году жизни умер советский и российский диктор Виктор Балашов. Это случилось 23 июня. Актёр театра и кино Александр Чутко умер 24 июня. Ему было 73 года. 24 июня из жизни ушла Инна Волгина, актриса театра и кино. Ей было 53 года. 25 июня на 81-м году жизни скончался актёр театра и кино режиссёр Игорь Сиренко. Актриса театра и кино Ольга Барнетт умерла 25 июня. Ей было 69 лет. Актриса кино и дубляжа Екатерина Крупенникова умерла 25 июня. Ей был 81 год. 26 июня на 73-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Попова. Основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Момиконов ушёл из жизни 28 июня. Ему было 76 лет. Киноактер Ростислав Гулбис умер 29 июня. Ему было всего 32 года. Актриса театра и кино Наталья Смирнова скончалась 30 июня. Ей было 60 лет. Прозаика и драматурга Ксении Драгунской не стало 1 июля на 56-м году жизни. Советский и российский актёр, театральный режиссёр Николай Сличенко умер 2 июля. Ему было 86 лет. Актёр Юрий Петров умер 4 июля на 75-м году жизни. Актрисой Любовью Альбицкой не стало 5 июля. Ей было 80 лет. Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов умер 5 июля. Ему был 81 год. 6 июля не стало актёра Игоря Андреева. Ему было 69 лет. Режиссёр Александр Стефанович скончался 13 июля на 77-м году жизни. Солист хора турецкого Борис Горячев скончался 15 июля. Ему было 49 лет. Советский и российский поэт, актёр, музыкант Пётр Мамонов скончался 15 июля. Ему было 70 лет. Советский и российский певец Геннадий Жаров завершил свой земной путь 20 июля. Ему было 72 года. Актрисой театра и кино Зинаиды Пасютиной не стало 24 июля. Ей было 73 года. Актёр театра и кино Андрей Бориславский покинул этот мир 28 июля. Ему было 57 лет. Актрисы Розы Исмаиловой не стало 29 июля. Ей было 83 года. 1 августа скончался Анатолий Рудаков, советский и российский актёр театра и кино. Ему был 71 год. Сценарист и режиссёр Александр Аравин умер 4 августа на 64-м году жизни. Актрисы театра и кино Татьяны Жуковой Киртбая не стало 9 августа. Ей был 81 год. 21 августа из жизни ушла Галина Орлова, актриса театра и кино. Ей было 92 года. Актёра Владимира Яковлева не стало 27 августа на 64-м году жизни. 28 августа умер Роман Громадский, актёр театра и кино. Ему было 80 лет. Актёр и театральный режиссёр Артур Диланян умер 29 августа на 60-м году жизни. Актёр и журналист Алексей Логутин умер 29 августа. Ему было 50 лет. 30 августа умер Олег Гусейнов, актёр. Ему было 68 лет. Актрисы театра и кино Томилы Агамировой не стало 31 августа. Ей было 93 года. 6 сентября скончался легендарный актёр Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет. Художник-сценограф Борис Краснов умер 7 сентября. Ему было 60 лет. Кинорежиссёр Александр Мельник погиб 8 сентября. Ему было 63 года. В этот же день 8 сентября не стала главой МЧС Евгения Зиничева. Ему было 55 лет. Актёр Шухрат Иргашев умер 17 сентября на 77-м году жизни. Армянской актрисы Анаит Топчан не стала 20 сентября на 75-м году жизни. 25 сентября этот мир покинул актёр театра и кино Константин Глушков. Ему было 56 лет. Актёр театра и кино Борис Тенин умер 28 сентября. Ему был 51 год. Певец и актёр мюзиклов Владимир Епчаник умер 28 сентября. Ему было 56 лет. Завтра на канале выйдет третья заключительная часть о потерях 2021 года. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Субтитры создавал DimaTorzok